всем привет ну что друзья у нас сегодня долгожданное солнышко мы его это зимой видим наверное еще реже чем обычно я пока что борюсь с новой камерой я и очень рада но я не очень понимаю весь ее функционал которого довольно много но мы сегодня не об этом значит из последних новостей мы привезли поликарбонат на крышу теплицы и мы привезли еще одну партию мускусных уток привезли мы еще одну партию уточек то есть у нас было мы взяли первый раз двух уток и одного селезня сейчас мы привезли еще пять уточек и поняли что как бы нам нужен еще один селезень но его опять же будем брать с другого хозяйства чтобы не было смещение родственных кровей вот сейчас ходила на водокачку потому что нас вчера чинили прорыв деревне почти всю воду слили так что качаем воду по поводу уточек которых мы привезли можно будут поставить тут не очень солнышко светит фокус фокус по поводу этих уточек которых мы привезли мне очень хотелось мускусных уток именно такого окраса но я нигде поблизости не могла их найти то есть они были либо в твери либо в московской области как бы что туда что туда ехать три часа ехать ну специально вот за утками три часа в одну сторону не очень хотелось но я уже как-то смирилась что такого окраса уточек у меня не будет в этом году думаю ну ладно нет так нет и нашли здесь в соседнем районе уточек позвонили по объявлению казалось что девушка продает только селезней но она дала нам телефон женщины у которой есть утки как она сказала что у нее много уточек мы позвонили все договорились и цена у нее просто шикарная на уточек мы в этот же день просили буквально через полчаса сели машину поехали за уроками ехали мы брать трех уточек но в итоге взяли пять ну хотели еще больше но как бы она сказала что может только пятерых продать что остальных будет оставлять уже себе тоже на плеве сейчас сходим посмотрим как они сейчас у нас живут а потом покажу вам как они приехали кстати вот в этот раз то есть когда мы уже подселяли ну то есть когда мы их выпустили в общее стадо не знаю может потому что куры увидели что уток уже как бы много может они уже привыкли к внешнему виду может потому что у них стало сейчас больше пространства но уток никто не обижал то есть первый же раз мы когда первую партию уточек привезли мы ой выпустили их и нам пришлось их тут же отселять потому что куры их обижали они кидались на них клевали их а в этот раз все обошлось так ладно все пошли птичник сейчас покажу вам уточек вы еще не видели видео про полностью переделанный курятник но она будет наверное после этого видео следующее будет как раз про то когда делался это делался вторая половина курятника тема и ути вон они летчица вот еще одна так простите меня но сейчас будет фокус в общем уточки нам приехали шоколадные коричневые не знаю мне больше нравится называть их шоколадными я сейчас наверное попробую поймать одну уточку чтобы вынести на улицу показать вам какой у них цвет так сейчас все собрать вот таких вот шоколадных красоточек мы привезли вот она утя и селезня я хочу второго взять тоже и шоколадного или голубого окраса но голубые уточки конечно стоят шибко дорого он потому что их пока не очень много они в основном для именно племенной работы а я все таки ну на племя пока беру только мясное поэтому но посмотрим если так случится что я смогу найти голубого селезня конечно будет очень здорово но пока что в планах коричневый селезень будет один селезень у нас черно-зеленый а второй будет коричневый а там кто знает может будет и белый селезень какой-нибудь большой немецкой линии линии да у тебя меня еще бояться чего ты там зарылся вообще конечно мне очень понравилась эта птица они тихие не крикливые что-то там курлыкают себя не кстати вот когда общаются между собой селезня шипят а утки курлыкают как голуби только еще тише все пойду отнесу ее обратно в курятничек сарайчик да девочка страшно тебе от нее пахнет коровой потому что они жили в одном сарае с коровами они еще пахнут коровкой ты ж моя хорошая снег наверно посмотрит видео скажет дура какая стоит сутка обнимается она не классные ты где утя ну что друзья я думаю что на этом я с вами попрощаюсь сегодня дальше вставлю кусочек как мы привезли наших красотчик все до скорых встреч пока пока привет здрав пошли у нас сегодня состоялась очередная поездка за птичками дядя кто-то опокасался ну давай мне кого-нибудь тоже все все вместе все вместе сейчас пойдем выпускать в общее стадо что все вместе но она птичок не но не что не что не не на что Лучше с опять, так накинете что-нибудь, заразу. Не-не-не, не назад, вылазь мне. Ну, выходи, красавчик. Вот они, вот они. Иди! Ва, вали! Я думал что? А? Да. Да. Он уже сразу написал, что зашли принять. Иди. Вот они. Тенички. Лекарственники. Вот это все равно, да. Вот они. Уже? Борщик? Ой, шаронашки, шаронашки. Ой, шаронашки. Ой, шаронашки. Ой, шаронашки. Ну, эта приехала. Ты вспомни тоже. Видишь, она в сарае не будет, у холка. Да? Это сейчас нахохлилась. Ух, ух. Ух, ух. Там все. Ух, ух. 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 Вот таких красоток привезли. Тут, вот, всё равно не очень видно. Коричневых уточек мускусных. Ух, ух. Ух, ух. Ух, ух. А включи свет,пожалуйста. Ну,просто включи,да. Общаются? Смотри,какая красивая. А с белой? Нет,которая вся коричневая. Да. Да. Зато до ноги надо. Чтоб он ему подлез сразу. Это будет мне непонятно. Ну видишь,смотри,видимо от того,что этих стало уже больше,не лезут обижать. Увидимся. 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 Увидимся.